Привет, мальчишки и девчонки! Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем проходить... Что проходит? Дум! Этернл продолжаем проходить. Так, в прошлой серии мы закончили тем, что искали, как найти этот секретик, но в дополнительном видео к серии я, соответственно, его отыскал. Как же открыть вот эту батарейку, я пока не придумал. Вернуться, к сожалению, пока нельзя. Поэтому и батарейку, и вот этот вот бой мы выполним, когда у нас откроется перемещение по карте. Так что пока придется нам это все дело пропустить. Ну, для тех, кто не смотрел прошлую серию, вот этот секретик открывается очень просто. Здесь нужно ударить вот по этой статуе. Есть тут кнопочка. Эта кнопочка активирует вот тут портал. Если в этот портал встать... Ну, кстати, вот встать в портал это самое сложное. Потому что он никак... Вот так вот, если встать... Да, то откроется вот эта штука с секретиком. И все. Там можно будет забрать и игрушку. Игрушку, какую, к сожалению, я не помню. Ну, какую-то очень хорошую, видимо. Так, это мы смотрели в прошлой серии. Ну, давайте еще раз посмотрим, кто забыл, кто не смотрел, кто забыл. Это наш палач вспоминает, как из него делали палача, собственно говоря. Как ему дали очень серьезные силы. Он до этого был крутой. А после этого усиления, ну, совсем им бой стал. Возьми его. Он придаст тебе сил. Ну да. Таких сил придал, что теперь все его боятся. Это нас, Серафим, этим даром награждает. И после этого его еретиком признали, изгнали. И, в общем, никто не знает, куда он делся. А теперь они будут бояться тебя. Да. Ну, а Серафим, это тоже он из расы Канг-созидательницы. Такой местный, типа ангел. Так, что у нас здесь есть секретики? Есть. Ух ты, что-то не падать. Это секретик? Да это книжка. Какой же это секретик? Что это? Божественный механизм. Вот такая вот штукенция. Давайте про нее почитаем. Бесконечной матрицей божественного разума творцов всевидящего и всезнающего с необычайной четкостью просчитываются все вероятности развития будущего. Учитывающие все возможные переменные. Божественный разум наблюдает за тем, как эти варианты будущего развиваются, ветвятся и множатся подобно фрактальной структуре ткани бытия. Среди всех бесчетных возможностей есть лишь одна константа, на которую не влияют меняющиеся варианты. Это разрушитель, который, согласно пророчеству, уничтожит творцов. Ну, видимо, это мы. Творцов уничтожит. Уничтожим мы. И это, ну, не знаю. Наверное, это не очень хорошо для творцов. Ну да ладно. Так, тут, кстати, секретик какой-то есть. Но нам его пока не достать. Видимо, это нужно будет как-то не отсюда добывать. Ну да ладно. Кстати, что у нас тут по секретикам? Покажите. Ну, книжек много. Игрушек еще осталось. Кристалл Стражи есть. Да, и врата плача есть. А врата плача это получается последнее, что ли? Потому что мы там 5 из 6 уже прошли. Тогда нам сюда получается. Ох, ты ж, смотрите, какой лежит. Эй-эй-эй, нас заперли. А ты откуда взялся? Эй! Откуда он там взялся? Ну и нормально. Клада. Неплохо нас тут встречают. Ой-ёй-ёй-ёй. Нормально. Да что происходит? Что, как больно-то сразу делают? Почему всегда серия начинают с моего убийства? Ну да. Надо было там демона убивать. Он уже с желтым замелькал. Небесные ключи. Так, продюсер. Это чтобы добыть все 6 ключей и активировать механизм творцов твердыни рока, открывающий доступ к развоплотителю. Вот это да. Развоплотитель это, по всей видимости, что-то крутое. Да ничего. Ну он, например, просто ваншотит. Это ж не серьезно. У меня этот товарищ просто ваншотит. Это как понимать? Да стреляй ты, господи ты, боже мой. Ну да. Ну, собственно говоря, стандартное начало. Опять мы приходим без здоровья. Без патронов. Все как всегда. Так, аптечечка. Аптечка это неплохо. Ты будешь умирать или нет, а? Он вообще умирает? Спасибо, я уж думал, ты бессмертный. Да твою дивизию. Беги. Добивай, добивай. Отлично. Хоть немножко захилились. Ох ты ж, бфг есть. Нет, бфг тратить не будем, это явно. Добить. И его добить. Ох, нет, ну нет, 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 нет. Ну откуда их столько здесь, а? Это на данный момент мой самый нелюбимый противник. Еще совершенно здоровья нет. Вот что самое неприятное. Возьми другое оружие, почему не берешь? Добей. Где он? Так, давай, патроны. Ну хорош. Почему так больно он не делает? Пацаны, здоровье нужно. Принестись к тому здоровья. Так, пацан со здоровьем очень далеко. Ай-яй-яй, я в него огнеметом не попал. И кажется, все, это вилы. Это вилы. А, нет, не вилы. Или вилы. Ай-яй. Прыгай, прыгай, прыгай. Еще раз прыгай. Красавчик. Ушел. Что дальше делать? Непонятно. Ракеты летят. Да, хорош. Опять критическим уродом меня называют. Но это не спа... Ох, ешкин кот. Ну, красота. Фууу. Ладно. Главное, чтобы эфг сохранили. Это очень круто. Можно было из него шарахнуть, но нет. У нас потому, что бфг совсем не осталось. Давайте немного залутаем с него патронов и броней. Так, он еще здоров... А, оно исчезло. Все, нет больше пацанов. Да вроде бы нет. Так, здесь у нас что? Ну, наверху мы еще не были. Видимо, туда поднимемся, когда вот так вот обойдем. Даже вот демон этот нарисован. Так, куда это за прыжка? Это вот сюда за прыжка. А нам куда сюда встать? А что, простите, от меня игра хочет? Чтобы я что сделал? Мы пришли оттуда. Ну да. А нам вот сюда показывают. А что? Не понимаю. Игра вот опять вот эти-то и головолобки. А, во. Так. Простите, а как вами управлять? Где педаль управления? А, вон вижу. Я вижу-вижу. А их два. А где еще, да, педаль управления? Ну, пацан ходит. Вторая педаль, где? Вот одна педаль. Ну, что, пойдем на поиски второй педали. Заодно пацана за лутаем. Так. Пуш, а где? Очевидно, что где-то наверху. Потому что внизу она вряд ли может быть. Потому что здесь мы... Ах, ну ничего себе. И как? Нам-нам-нам-нам-нам. Здесь прям маршрут надо проложить, чтобы успеть. То есть сначала нужно ударить там. Потом полететь как дикий в другую сторону. Вон туда. И ударить здесь. Успели? Ну, звук пошел. Да, звук пошел. Успели. А мы не убьемся? Ну, по всей видимости, нет. Нормально. Так. Что там? Птечка там. И какой-то фиолетовый секрет. Автокарта. Ну, спасибо тебе, автокарта. Так, ключ мы пока не находили. Но если что, у нас есть. Ой. Получено достижение. Ударьте врата палача кулаком. Самое легкое достижение в моей жизни. Оп, костюм. Здорово. Ой, ну нам надо было теперь. Нам теперь нет. Я надо пока не хочу. Там впереди что-то есть. Фиолетовый этот секретик. Это, наверное, врата палача. Но они... Черт, они закрыты. Вот же он ключ. Ну, руку протяни в решетку. Или как в фильме. Голова пройдет, все пройдет. Палач, ты уж, конечно, не крутой, но не до такой степени, что большой. Могу протиснуться. Так, здесь что? Ну, опять вот это вот дресня. Ой, простите. Ну, я не виноват. Я прыгнул. Случайно. Что нам нужно сделать здесь? Совершенно непонятно. Ой, а куда ты? Куда ты? Нет, нет. Глотай вот эту штуку, да. Что сделать-то? А, все, вижу, что сделать. Давай, появись еще разок. Да. Вода, уходи. Супер. Я сейчас тоже не в воде оказался. Ну, да. Я теперь тоже не в воде. Заберись. Супер. А дальше куда? Еще ниже. А здесь-то что? Так, пока непонятно. Выпрыгивай, выпрыгивай. А никак не выпрыгнешь. А нет, выпрыгнешь. А где что нажать-то нужно? Я не понимаю, пока что нажать. Что игра от нас хочет? Так, может быть, мы чего-то не видим? Ну, как мы? Я. Здесь что? Да ничего, здесь нет. Сейчас, да, начнем урон получать и отъедем. И куда-то мы вообще... Ой, господи, а где мы? Ну, и туда, в ней дорога, как говорится. Да. Очень очевидное решение, прямо скажем. А где ворота-то открылись? Давай, вода, уходи. Ой, яй. Просто растеряли все здоровье, всю броню на водичке. Ну, все, теперь... Так, а и что? Мы подвинули, чтобы что? Чтобы... Чтобы... Ой-ой-ой, игра. Ну, я все-таки свое мнение оставляю прежним. Что вот эти все головоломки в думе, ну, вообще лишние. Дум же это про стрельбу. Пиф-паф, ой-ой-ой. Вот это вот все. Ну, какие головоломки? Какие вот эти прыжковые упражнения? О чем вы? Так, у нас открылись врата палача. Кстати, у нас 60 хп. Нет брони. Мне кажется, это хороший повод сходить на последние врата палача, на крайние. Надеюсь, сейчас будет драка. Надеюсь, будет драка. Патроны, в принципе, у меня в наличии. Ну, ладно, давайте играем. Ты-то кто здесь выскочил? Так, дать мне что-нибудь другое. Да запрыгивай, почему ты не прыгаешь? Почему он не прыгает? Ай-яй, дополнительной жизни у меня не было. Ну, кажется, вот даже с двух... Два по четыре залпа ракетных я его не убил. А это не очень хорошо, на самом деле. Значит, он очень толстый. Ох ты ж. Как он не выйдет своими щитами, а? Мракобесина, а? Ой, асси-то кто? Ну, да. Как всегда, первый заход был самый удачный. Логично. Отдевись аптечки. Вот, ну все, дверь закрылись, поехали. Отдевись аптечки. Его-то как убивать? Он как-то очень вовремя прибегает. Да что в вас? Отдевись. 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 прыжок отлично не туда огнем конечно выстрелил это может умрешь уже спасибо так где зачем обратно ты залетел то скажет ну супер а он прям здесь стоит он стоит прямо на выходе и это не очень хорошо я службы до конца честным так нету зря я ракет не сразу взял конечно пацаны разлетелись но и я к сожалению тоже разлетелся бога жалко тратить здесь у нас что ничего как не зачем ты мне это открываешь ну да тут просто возврат назад откуда мы пришли где ты вот это Играет музыка А это он Блин, я думал это обычный А я его убил? Я всех убил? А, ну это знаете На тему такие вот эти котики Сейчас картинки есть Наташ, вставай Мы все уронили У меня по тому же принципу А я всех убил Ну, ладно Это был Самый удачный выстрел СБФГ За мою карьеру в дум И еще один заряд Мне ведь остался, да? Ну да, еще один заряд Мне на врата плача остался Давайте здесь залутаем То, что мы не залутали Ну просто много БФГ хранит тоже Смысла нет Его Не больше двух выстрелов Уже можно только Так, так здесь Здесь нужно куда-то выстрелить Чтобы открылась эта дверь Давайте поищем По логике Все это должно быть где-то рядышком Еще бензин Хорошо, можем кого-нибудь Большого распилить Ну, как большого Такого средненького Так, вот Держу выстрел Здесь таких выстрелов Явно нет Здесь Здесь я тоже ничего не вижу Может быть дальше Здесь же ничего сейчас не закроется, правильно? Ага Что у нас тут Оп Оп И что? Режим усиления Ярость Ну, ребята, опять Вот эта штука Давайте попробуем Ой-ой-ой Ну круто Ну да И у меня руна была неактивной Ну, давайте еще разок 50 здоровья у меня всего В общем, 50 здоровья Ну, игра как-то Не очень ладит с контрольными точками, конечно Че у меня всего 50 здоровья Я же начинал с большим здоровьем Это опять тот самый бой, который невозможно пройти Без Таких-то ухищрений со стороны игрока Или что? Ну да Фокс-то говоря А как? Ну и все И опять у меня руны нет А почему руна-то нет? Я немножко не понимаю Вот эта вот схема После смерти же руны должны восстанавливаться Почему здесь руны не восстанавливаются? Ладно, давайте пока мы Вообще здесь закрыты Ладно, пропустим пока Потому что с 50 хп нет смысла начинать с ним драться Тем более без руны, вот без этой Если мы отсюда выберемся, мы потом уже сюда не вернемся Да и Подождите, а врата плача как же? Как же врата плача? Ну в вратах плача, насколько я помню Даже если мы умрем Нам потом воскресят нас И руну эту дадут Не то что здесь Поэтому давайте Врата плача мы сейчас И попробуем Есть у нас один заряд БФГ И сможем мы Какую-то большую Бабахалку Забрать на базе Ой-ой-ой-ой Здравствуй Как твое ничего? Ты жив? А это кто мне так бахнул? Так, не забываем про гранаты Давай добивай И там еще один И вот этот добивай Красота Да его тоже добивай Это кто? Мы же вашего вожака убили Какого черта? Вы не отступаете, а? Мы же убили вашего главного Ох тыж Так, ох тыж Патроны Патроны Ай-90 Ай, ай, 90 ткп осталось Мало, мало Ой-ой-ой, какая дальнобойность у вас Мой Добить-добить Ма-ая-ой Бежать Добить и бежать патроны патроны давай патроны ты чё но сколько раз там бензопилут нажал такого чёрта смысле нет цели ты прям в него махал цели нет у него цели нет у тебя цели выжить нет судя по твоим действиям ох ты что разорвало как обидови добить добись а это кто а я огнемета нет скорее уходим добить 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 и бежать а теперь бежать на шифтах на шифтах мало шифтов быстрее надо а тут-то кто патроны давай на тебе ох ты еще один нет нет уходи уходи добить его а он сам отъехал добить один патроны да ладно красота вот это красота брата плача с первого раза слушать а мы с таким запасом сейчас можем и попробовать вот этого мародера оприходовать у нас 100 брони 200 здоровья ой нет не падать ну на самом деле бфг зарешал то что мы сразу от этого призывателя стерли если бы не было бфг было бы все гораздо хуже спасибо но я не хотел так будем страдать с ним его еще за время надо бить а как вы быстро убить вот чем его быстро убить я даже не знаю из дробовика а а а а а ну и все и где мы начинаем как вы быстро убить то на контратаках ловить его давайте еще раз попробую на контратаке поймать только у меня пока это не получилось получилось точнее но времени не хватает на эти контратаки ждать пока он атакует он такое да такой да ладно ладно беру свои слова назад только контратаки только контратаки контратаки всему голова против него по-другому никак не можно конечно как но времени очень много на это уходит но опять же таки контратаки у нас получились только когда он остался один когда вот он один остался тогда да можно было что-то с ним сделать в любых других случаях но это беда так дальше нам куда здесь мы были так но по времени но не особо конечно долго ну давайте вот отсюда выберемся давайте же быть клевок горнила титан восстанет вновь вот так вот но уж слушайте как ты здесь прям даже не хорошо серию заканчивать так истории стражи часть 11 вот они демоны шагают ангелы это не знаю что такое какие-то ребята по всей видимости пирамиду строят ладно давайте так бились палач ночные стражи против орды демоны но следы оставались они а слепо оставались одни ко всему за пределами свод служения и потаенные злой эссенция владела народом аргента выполняя задания в глубине бурлящих морей нижнего мира где обитают служители ордена 6 отряд ночных стражей узнал об истинной связи кан созидательницы с отвратительными тварями преисподней ну как я и говорил собственно говоря по желанию творцов как стражи так и народ аргента до сих пор пребывали в блаженном неведении касательно того что эссенция ставшая незаменимым подспорьем в этой войне делась из духа наших собственных братьев и сестер принявших смерть через борьбу с мерзкими тварями ну да так открылась истина все убитые ордами демонов становились посланниками преисподней плотих уподоблялась демоном с которыми сражались а из разлучной с телом души изготавливались та самая эссенция на которой зиждется и наш мир и мир нижний жертвы были врагом а враг становился нами в страхе и трепете стояли воины перед как бы фабрика где производились эти действия где тела павших разбирались а затем и тязались дабы посредством отвратительных чар излечь из них души под ужасные завывания потерян душ обреченных на вечное рабство здесь в огромных котлах боль страдание бесплотная энергия переплавлялись в силу которая единственная позволяла нам сражаться с темным миром и всеми происходящими от него бедами за одним откровением последовало второе еще более жуткое нашим глазам предстали механизмы посредством которых погибшие герои подвергались страшным пыткам не когти и не копыта построили эти орудия а руки человеческие выполняющие приказания богини матери мы осознали что собственноручно отдали себя врагу и что народ аргента не поверит нашему верению ибо то с чем мы боролись не спешило обнажать свою истинную сущность как бы то ни было часть ночных честь ночных стражей велела нам насмерть стоять за открытую нами истину канц созидательница более не могла называться нашей богиней в кулуарах во время тайных скодах ночные стражи искали в своих рядах тех кто не доверял эссенции предугадал распространение порчи осеянные осеянные светом истинные скептики присоединились к восстанию стражей и сделался великий раскол между праведными и неправедными аргента ну собственно вот и от мой нет точнее не мой ответ на мой вопрос вот так вот почему гражданская война началась у стражи почему одни стражи как бы неплохие ребята другие стражи не очень ребята и собственно говоря вот тот город стражи куда мы заходили там значит были уже стражи такие не то что предавший ну оскверненные которые нас как бы пока ценили но как только мы убили жреца ценить нас перестали от меч слушать а если мы сейчас вытащим а он встанет и делать ой уже кто-то зарычал а а клинок не надо ставать чувак он встает но нет 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 ни здоровья не патронов учет или нет его скрючила смотрите как удобно то есть нам нужен был только вот эта рукоять высокотехнологичная то что нужно есть в вашем хранилище но смотрите да то есть лезвие осталось в демоне его скрючила он не смог восстать рукоятку мы забрали это неплохо где был сохранение не знаю ну здесь явно его не было что по патронам патронов все плохо я слышу демонов и сейчас будет драка одессе секреты кстати внизу мне давай сначала секрет заберем здесь вот друг нам монетку стоит держит которых у нас уже неимоверное количество которые нам скорее всего же и даже и не нужны ну давайте сколько у нет у нас а вот 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 смотрите у нас есть одно очко кого-то мастер или что-то в этом вроде давайте посмотрим что мы можем сделать мобильный турель мобильный турель не перегревается то есть пока патрон не кончится может будет стрелять запуск щита вот аркболисту я наверно сделаю после прямого падания аркболиста перезаряжается мгновенно давайте вот это сделаем пропустить испытания да потому что ну по воздушным как-то я из нее не особо стреляю 8 очков оружейника между делом нас есть но некуда нам их тратить а в бронекостюме можем куда три очка потратить можем на вечную мерзлоту на мощные величный радиус расходьте карты ну давай и осталось нам 12 очков чтобы полностью открыть наш костюм так и здесь какой-то а ну вот секретик что это ох ты ж мародер красавчик какой ненавижу тебя собака ты некрещеная вы ну наверное пока самый неприятный из всех противников ох ты ж не долетел ну по сути он же мини-босс наверно является хорошая не долетают игра и вообще мой самый нелюбим противник в этой игре вот эти вот прыжковые упражнения вот это мой самый главный враг а вот так вот достреляй вот это я сразу медаль за храбрость получил так нормально ой 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 а можно сюда вам спуститься пацаны они спускаются убить ничего себе я дело творю так а его да ничего себе дела творю красавчик так все хорошо было ну так все хорошо было убить себя своей же ракетой это это плохо конечно вам давайте по старым чертежам пускай не сюда спускаются добить 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 а кто там идет а я тут мерзкий тип идет давай тебя добьем мне кто-нибудь мелкий на патроны нужен телепортирующие они не мелкие они так а ракеты вот так вот ну хорош там радио у меня патронов вообще нет надо залазить ты ну почему не залазит а нормально звезда прилетела ну хорош откуда тут он хватит я нужен хилл срочно ну да отличный хилл на яхты бфг ты нету а а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... это не честно ой только бы не помереть сейчас а только бы не помереть беги ребята как страшно ты как страшно он как мангичелла за мной бегает ну серьезно где он он сейчас такой сзади ху ах ничего себе а сейчас как это во время было вы себе не представляете как это было вовремя где он да неужели ну вот вот так вот можно его разматывать когда есть время когда времени нет соответственно такая тактика не работает ну ладно тогда давайте мы на сегодня закончим аж 2 мародеров за одну серию убили еще и врата палача прошли прям ух моща ладно в общем всем спасибо кто посмотрел это видео если она вам понравилась ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал и прям очень приятный крайне полезно для развития этого самого канала и будем с вами прощаться еще раз всем большущие спасибо и всем пока